Ну что, сегодня у нас первая глава книги «Невозможная» от Марка Джего. Она называется «Подход возможных миров». Эта глава по большей части представляет собой некоторый обзор того, как вообще возможные миры, ну и конкретнее семантика возможных миров, может применяться для решения некоторых философских, теоретических проблем в рамках современной аналитической философии. Не всех, но вот именно тех, которые Джего отдельно интересуют. Собственно, он с этого и начинает, то есть он хочет показать, какие вообще применения бывают. Начинает он с применения, которое можно назвать таким эпистемическим, эпистемологическим применением. Он говорит, что в рамках возможных миров, подхода возможных миров, получение нового знания – это исключение некоторых возможных положений дел или сценариев. Ну, он использует слово «сценарии», но он отдельно отмечает, что это синоним возможного мира, синоним возможного положения дел. То есть я использую положение дел, потому что это более принято у нас, прошу прощения, в русском языке. Ну, вот такой пример. Некоторый агент знает, что в Манчестере часто идет дождь, а про частотность дождей в Кембридже он ничего не знает. Когда агент узнает, что в Кембридже дожди идут редко, то есть далеко не так часто, как в Манчестере, то для него исключатся все возможные положения дел, все возможные сценарии, все возможные миры, в которых в Кембридже так же часто идут дожди, как в Манчестере. То есть он не будет рассматривать такие ситуации, как возможные, в принципе. Ну, таким образом, подход возможных миров к знанию – это анализ состояния знания в терминах возможных миров. Состояние знания до получения знания о дождливости в Кембридже и после – это два набора возможных положений дел. И набор положений дел после получения знания, он получается больше, чем… он меньше, чем до того, как агент узнал что-то новое о дождливости в Кембридже. Ну, вот во втором сценарии присутствует только положение дел, которое репрезентирует редкую частоту дождей в Кембридже. Второй такой вкратце… второе применение возможных миров к теоретическим проблемам – анализ информации, которую агент получает. Ну, он вытекает напрямую из первого определения, то есть получение информации – это способ ограничения множества возможных положений дел. Таким образом, у нас вот было два множества. У нас было множество возможных, эпистемически возможных положений дел X до получения знания. После того, как какое-то знание было получено, это множество трансформировалось в множество X1 путем исключения из X всех положений дел, которые не соответствуют информации «В Кембридже редко идут дожди». Другая проблема, которую он намечает, которую он будет рассматривать в этой главе подробнее, это анализ пропозиции. Ну, в начале в главе он ничего отдельно не говорит о применимости возможных миров. Ну, он просто говорит, вот, например, «В Кембридже редко идут дожди». Эта пропозиция может быть выражена на разных языках, например, на английском, немецком, французском, русском. Но все эти высказывания на этих разных языках выражают вот эту одну пропозицию. Ну, вот анализ пропозиций возможен при помощи подхода возможных миров. Ну, и, наконец, анализ модальных понятий, таких как «необходимость» и «возможность». Ну, например, из всех, хорошо известная всем нам, «необходимая истина» — это то, что истина во всех возможных мирах, а «возможная истина» — это то, что истина хотя бы в одном возможном мире. Но в этой главе он не будет останавливаться на модальных понятиях, его будет интересовать в первую очередь эпистемическая применимость, ну, точнее, применимость подхода возможных миров в рамках эпистемологии. Вот, он отдельно говорит, что про возможные миры, что это такое вообще он будет говорить в главах номер 4 и 5, ну, а пока он собирается обозначить их логические свойства. Ну, соответственно, семантика возможных миров задается стандартно при помощи истинности. Ну, вот эти вот четыре положения, которые, стипуляции, которые здесь изображены, они обычно задаются при помощи истинности, но так как он собирается применять ее для эпистемологии, то используется вот это вот «репрезентирует», то есть некоторый мир репрезентирует, например, отрицание А, это только если мир не репрезентирует утверждение А. То есть здесь имеется в виду, что мир соответствует знанию некоторого агента. Ну, и, соответственно, три другие тоже стипуляции, тоже довольно стандартные. Я думаю, что останавливаться на этом не будем, это, по сути, правило работы связок просто. Ну, вот первое применение, которое он будет рассматривать, применение подхода возможных миров к знанию и убеждению. Значит, состояние знания агента, если определить его в терминах СВМ, ну, в семантике возможных миров, это набор эпистемически возможных для агента положения дела в определенный момент времени, по сути, достижимых миров. Агент Ай знает, что А, это означает, что все эпистемические возможные для Ай миры репрезентируют вот это некоторое А. Ну, и как она задается технически? Во-первых, отношение эпистемической достижимости вводится для определенного агента Ай, и она обозначает, опять же, вот это множество миров, которые соответствуют состоянию знания агента, то есть какие миры он, условно говоря, считает возможными в соответствии со своими знаниями. Преимущество вот такого отношения достижимости в рамках эпистемического подхода, что очень легко реализуется мультиагентность, то есть в зависимости от набора знаний определенного агента мы можем задать отношение достижимости для этого агента. Ну, и вот у нас получится, что сколько бы агентов не было, мы вот просто индекс для отношения достижимости ставим, и это будет его личное отношение эпистемической достижимости. Вводятся еще операторы K для знания и B для убеждения, но Джега в этой главе не будет особо много пользоваться, он скорее как обзор их здесь дает. Ну и вот вводится еще пятое условие в дополнение к тем четвером, которые уже были представлены, что некоторые миры презентируют, что некоторый агент знает, что А, это означает, что для всех таких миров, которые достижимы для этого агента из данного мира, этот мир, который достижим, репрезентирует это самое А. Джега отмечает, что эпистемическая семантика возможных миров не была направлена и не направлена до сих пор на то, чтобы искать какое-то философское определение знания. То есть они развивались примерно в одно время и параллельно с проблемой ДТИЕ и классическая известная проблема о том, что определение знания как истинного и обоснованного убеждения, оно, видимо, не схватывает, что же все-таки такое знание. А как раз напротив, применимость эпистемической семантики возможных миров, она обуславливается тем, что можно исследовать особенности знания, его отношения с другими понятиями, то, как оно ведет себя у нас в теориях и так далее, через исследование его логических свойств. То есть семантика возможных миров, она очень хорошо подходит для того, чтобы исследовать логические свойства разных вещей, науких необходимостей, например. Ну, эпистемическая семантика возможных миров подходит для того, чтобы исследовать логические свойства знания. Какие примеры здесь бывают? Ну, например, подход релевантных альтернатив, который, ну, Джега, опять же, вкратце общими фразами пересказывает его о том, что, ну, вот, например, знание – это свидетельское состояние, в котором исключены все релевантные к тому, что известны альтернативы. Ну, соответственно, вот это само понятие альтернатива, оно, в общем-то, и представляет собой вот это самый возможный мир, положение дел возможное, сценарий и так далее. То есть, ну, в действительности здесь связь с основанием в виде семантики возможных миров, оно достаточно заметно. Ну, или можно взять эпистемический контекстуализм, что о том, что истина с утверждений зависит от контекста определенного. Ну, вот пример с фразой «я знаю, что у меня две руки», и, например, в обыденной жизни мы в этом обычно не сомневаемся. А, например, когда мы начинаем заниматься философией скептицизма, то резко появляется большое количество сомнений в очевидной истинности, тривиальной истинности этого утверждения. Ну, в таком случае контекстуалисты эпистемически объясняют это тем, что в обычной жизни мы просто очень сильно ограничиваем кватификацию по домену альтернатив, а когда мы начинаем заниматься философией и философией скептицизма, мы определенные эти ограничения снимаем и допускаем вот эти вот самые возможные миры, где реализованы, ну, какие-то вот эти самые скептические аргументы. Другой подход, который... Другая проблема, которой применим подход возможных миров, семантика возможных миров, пропозиции и содержания. Джега не дает по определению пропозиции, он просто так вот описательно указывает, что это такое. Ну, то есть пропозиция – это то, в чем агент убежден, что он думает, что он высказывает, что он знает, ну, и так далее. Какие бывают применения у пропозиции? То есть вообще, ну, мы, понятное дело, знакомы с этим термином, пропозиции там в логике, например, применяются. Ну, в философии они применяются очень часто в метафизике, в модальной, не только в философии языка, в философии сознания. В общем, определиться с тем, что такое пропозиции и, скажем так, сделать так, чтобы она не вызывала проблем в теории – это очень полезно будет. Ну, соответственно, вот какие бывают применения конкретно. А пропозиции применяются как то, что является истинным или ложным, то есть как основные носители истинной лжи. То есть, например, истинность убеждения зависит от истинности пропозиции, в которой агент убежден. Ну, например, если я убежден, что идет дождь, то истинность моего убеждения зависит от того, от истинности пропозиции, что идет дождь. Ну, соответственно, с высказыванием то же самое. Если пропозиция необходима, то пропозиция А необходима истина. Это вот применение в рамках модальных, например, каких-то понятий. То есть мы можем понимать необходимость некоторой пропозиции через необходимую истинность этой пропозиции. Такой подход позволяет говорить о каких-то нереализованных сущностях или вообще невозможных сущностях. То есть, например, вот пропозиция, что там существуют круглые квадраты. Круглых квадратов принципиально быть не может. То есть это необходима ложная пропозиция, то есть она всегда ложная. То же самое с нерожденными детьми Витгенштейна. Получается, что мы можем рассуждать о детях Витгенштейна как о том, что могло бы быть, но не реализовалось. То есть это, опять же, пропозиция будет, которая возможна. Возможна истина. Другое применение, что пропозиции могут рассматриваться как объект убеждения или высказывания. Ну, вот пример тоже известный. Джего приводит. Анна и Виктория произносят «я боюсь змей». Высказывания они произносят одинаковые, но высказываемые пропозиции разные. В одном случае, когда это говорит Анна, имеется в виду, что Анна боится змей. А когда это говорит Виктория, имеется в виду, что Виктория боится змей. То есть пропозиции разные, а высказывания одни и те же. То есть здесь применение пропозиций достаточно очевидное. Ну и обратный пример с тем, что высказываться может разное. Но, точнее, высказывания могут быть разные, но высказывается одно и то же. Вот 6-го... ну, здесь надо... я ошибся, здесь у меня ошибка в презентации. Имеется в виду, что если 6-го ноября агенту было весело, то 6-го ноября он произнесет «сегодня было весело», а 7-го ноября он произнесет, что «вчера было весело». То есть пропозиция одна и та же, а высказывания разные. То есть пропозиции полезны, но в отношении них очень много скептицизма. Наверное, самым известным критиком пропозиции является Куайн. Ну, Джего не рассматривает в этой главе критику пропозиции подробно, он вот просто так перечисляет, что, например, зачем признавать вот эти какие-то абстрактные сущности пропозиции, если мы можем просто это свести к каким-то предложениям, может быть, к дискрипциям. Как можно говорить о тождественности пропозиции? Ну, то есть, раз это какие-то абстрактные сущности, которые не сводимы просто к высказываниям, то что с ними делать, а как можно, например, устанавливать синонимичность пропозиции, ну, или какие-то другие второпорядковые свойства. То есть он так вкратце перечисляет все проблемы, которые… ну, не все, а некоторые проблемы, которые возникали с этим понятием. Но самое главное, как он предлагает их решать. При помощи подхода «Семантики возможных миров». Здесь, скажем так, тем, кто применил этот подход к пропозициям, является Сталнекер. Пропозиция определяется как множество возможных миров. И при принятии такого подхода у нас как бы снимаются все возражения, как кажется. То есть нам достаточно принять антологические обязательства в отношении возможных миров, и тогда у нас пропозиции автоматически будут. Ну, от возможных миров и множества. То есть раз пропозиция – это множество возможных миров, значит, нам нужны множество и возможные меры. И тогда мы сможем задать пропозиции, не создавая никаких дополнительных антологических проблем у себя в теории. Ну, и Джега здесь делает следующее утверждение о том, что принимать обязательства в отношении множества возможных миров стоит, потому что наши лучшие научные лингвистические теории их используют. Ну, возможно, конечно. То есть вот этот тезис у меня вызвал такие достаточно смешанные эмоции. Ну, наши научные теории в прошлом тоже много чего использовали. То есть там химия флагистон активно использовала, и он был очень значим и успешен. Мы теперь знаем, что такой сущности нет. Ну, то есть как бы такая типичная прагматическая отхоковая аргументация, которая, ну, не сильно кажется убедительной, потому что... Ну, а на каких основаниях мы считаем, что множество гарантировано лучше, чем какие-то аналоги? То есть это нужно еще доказать, и, в общем-то, активные исследования по этому поводу-то, в общем-то, и ведутся. Ну, это ладно, некоторое лирическое отступление. Насчет возможных миров Джега отмечает, что вот это вот принимать возможные миры совершенно не обязательно в смысле модального реализма Льюиса с тем, что возможные миры конкретные, пространственно-временные, реализованные, то есть что они на самом деле есть. Их можно понимать вот так, своеобразно, как своеобразные такие абстрактные объекты, выражаемые множеством предложений, теоретикой множественными конструкциями в духе Сталнекера, и тогда вопрос об онтологических обязательствах можно свести только к вопросу о таковых в отношении множеств. Ну, то есть тогда всю эту проблематику стоит свести к проблематике оснований математики, видимо, к платонизму там и все прочее, то есть что делать с множествами и так далее. Но это, повторюсь, снова лирическое отступление, которое у меня возникло, когда вот я столкнулся с подобной аргументацией. Ну, ладно, пусть так. Таким образом, если мы будем применять подход семантики возможных миров к пропозициям, считает Джега, то мы решим проблему тождественности пропозиций. Ну, если пропозиция — это множество возможных миров, то критерием тождественности для пропозиций выступает тождественность множества. Ну, и вот известные всем нам вещи, то есть конъюнкция двух пропозиций — это пересечение множеств, дизюнкция двух пропозиций — это объединение множеств. Ну, и я уже не стал все вариации, которые здесь присутствуют, изображать. Ну, это просто всем известные вещи, я думаю, здесь собравшимся. Идея понятная. То есть получается, что у логических отношений между пропозициями, если всякая пропозиция — это множество возможных миров, есть прямой аналог в виде отношений между множествами. Джега отмечает, что такой подход к пропозициям отлично сочетается с подходом к семантике возможных миров, к знанию и убеждению. У нас получается вот такая структура, что некоторый агент находится в отношении знания к пропозиции А в мире W только тогда, когда для всех миров таких, что они эпистемически достижимы для агента, эти миры содержат вот это самое А. Содержат, ну, в прямом смысле содержат в теоретике множественном. Следующая проблема, к которой Джега обращается, тоже в таком обзорном формате. Подход к семантике возможных миров может быть применен к информации, к информативности. Например, утверждения, выражающие некоторое подлинное, ну, нормальное, можно сказать, содержание, они иногда бывают информативными. Например, когда агент А узнал некоторое А, то он исключил все миры, которые А не репрезентируют. Точнее, все те миры, которые репрезентируют отрицание из множества своих эпистемически достижимых миров. Таким образом, получение информации – это процесс ограничения эпистемической достижимости агента. И здесь проблема, опять же, известная, возникает в связи с информативностью и забегая уже вперед к когнитивной значимости, это проблема Фреги со звездами. Ну, в версии Джега она выглядит вот так. То есть Зиги Стардос – это Дэвид Боуи, и Дэвид Боуи – это Дэвид Боуи. У Фреги были утренние и вечерние звезды. Но идея точно такая же. То есть высказывание А информативно. То есть когда мы узнаем, что Зиги Стардос – это Дэвид Боуи, мы узнаем что-то новое. Но когда мы сталкиваемся с высказыванием Б, мы не узнаем ничего нового. Таким образом, высказывание А имеет для нас когнитивную значимость определенную. Высказывание Б – тривиальная истина просто. Хотя, ну, опять же, Зиги Стардос – это и есть Дэвид Боуи. То есть, как бы, казалось бы, здесь сказано одно и то же, но на самом деле это высказывание с точки зрения когнитивной значимости оказывается разным. Фреги в свое время сделал из этого вывод, что значение не сводится к условиям истинности. Фреги решил эту проблему тем, что у имен есть помимо референта еще и смысл. В частности, имена Зиги Стардос и Дэвид Боу имеют одного референта, но имеют разные смыслы. То есть смысл выступает как нечто, при помощи чего мы сводим определенное имя с определенным референтом. Формальное исследование вот этой вот идеи Фреги Чорчем и Карнопом привело в случае Чорча к возникновению интенсиональных логик, которые до сих пор активно развиваются, а в случае с Карнопом – к возникновению семантики возможных миров. Джега еще отмечает, что как бы еще у Витгенштейна возникает вот такая идея в трактате, что всякое утверждение описывает некоторое положение дел, значит, ложные утверждения описывают положение дел, которые не реализованы, но они, как Витгенштейн говорит, и Джега там приводит конкретно, где он это говорит, находятся в логическом пространстве. Ну и, как Джега отмечает, Карноп берет вот эту идею Витгенштейна о логическом пространстве и использует ее для своего понятия описания состояний. Описания состояний понимаются как лингвистические описания возможных миров. Ну, то есть, опять же, множество предложений, которые описывают, что в определенной альтернативе находятся. У Карнопа в итоге получается, что экстенсионал, то есть, можно сказать, объем определенного предиката, например, F в описании состояния S, это все, что соответствует предикату F. Ну, там, стольность это, соответственно, для предиката стольность это будут, видимо, все столы. А интенсионал – это функция от положения дел к экстенсионалу референту. То есть, то, опять же, как Фреги предполагал, но, ну, так можно сказать, неформально, то, за счет чего мы как раз соотносим имена и определенные объекты. Ну, и что получилось? Высказывания A равно A и A равно B, они имеют одинаковые экстенсионалы, ну, в случае с Зиги Стардосом и Дэвидом Боуи, но они имеют разные экстенсионалы. И вот эти вот функции на возможных мирах позволяют сформулировать ответ на вопрос, что такое фрегианские смыслы, формально их использовать и, по идее, дает решение для проблем когнитивной значимости и информативности. Если мы возьмем, опять же, вот такую современную интерпретацию, то экстенсионалом некоторого предложения в мире является истинностное значение, а интенсионалом некоторого предложения является функция от возможных миров к истинностным значениям. Интенсионал таким образом делит мир как бы на две части, делит все миры на две части, на два класса, миры, в которых предложение истинное и миры, в которых предложение ложно. Ну и в завершении Джейга тоже так очень вкратце приводит еще одну проблему, связанную с... которая еще тоже у фреги присутствовала, которую тоже, как он говорит, можно решить при помощи возможных миров. Вот высказывание. Борис знает, что Зигги поет, и Борис не знает, что Дэвид поет. Ну, то есть Борис находится на концерте Дэвида Боуи, и Борис не знает, что Зигги Стардаст – это Дэвид Боуи, но при этом он знает, что выступает Зигги Стардаст. Ну, соответственно, Борис, находясь на концерте, в данный момент убежден, точнее, даже не убежден, а знает в этом примере, что Зигги поет, но Борис не знает, что Дэвид поет. И здесь решение, по сути, ровно такое же при помощи экстенционалов, экстенционалов, понимаемых в рамках семантики возможных миров, то есть объектами знаний и убеждений являются смыслы вот этих самых интенсионалов, а не референды, то есть не истинностные значения, а функции от возможных миров к истинностным значениям. Ну, и Джегга делает вывод к этой главе, что подход к семантике возможных миров, он эффективен в отношении вот этих трех рассмотренных в этой главе проблем и позволяет проводить их исследования в рамках одних общих теоретических оснований, ну, конкретно вот этого самого, вот этой самой концептуальной схемы возможных миров, семантики возможных миров. Ну, понятное дело, что он не всех проблем, которым возможные миры применяются, коснулся. Про модальность он отдельно упомянул, что разговор будет потом, что такое сами по себе возможные миры, видимо, об этом тоже будет потом. Ну, то есть это вот конкретно обоснование, а почему вообще возможные миры и семантику возможных миров имеет смысл применять, ну, вот во всяком случае к этим трем конкретным проблемам в рамках эпистемологии. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Илья, очень интересно. Ну, вот у меня возникает такой вопрос. Должны ли мы признать, что логически возможно, чтобы Зиги не был Дэвидом? Или это логически невозможно, чтобы Зиги не был Дэвидом? Да, это хороший вопрос. И, опять же, он, например, связан с идеями Крипки про жесткие диссигнаторы. Джега вкратце упоминает Крипки и жесткие диссигнаторы, но, опять же, говорит, что пока он рассказывать про это ничего не будет в рамках этой главы. Вопрос хороший. Ну, то есть, вообще, строго говоря, если мы будем рассматривать имена как жесткие диссигнаторы, а тождество, ну, только как необходимые, то, конечно, нет. То есть, у нас и Зиги Стардост, и Дэвид Боуи с необходимостью отсылают, ну, то есть, это жесткие диссигнаторы, они отсылают именно вот к этому объекту, можно сказать, к этому человеку, и поэтому во всех возможных мирах они всегда отсылают к нему, во всех возможных, логически возможных тоже, ну, значит, это логически невозможно. Но я затрудняюсь сказать, исходя из этой главы, что Джега по этому поводу думает, потому что он вкратце упомянул, что, ну, вот так вот вроде бы можно, можно применять это для решения вот этих проблем. Может быть, детали будут потом, но вообще вроде как нет, не может быть такого. Ну, то есть, логически невозможно, чтобы Зиги не был Дэвидом. Да, по Крипке так, я полностью согласен, но вот в отношении Джагу я что-то сомневаюсь. У него проскальзывала идея, что логически возможно, чтобы вода не была аж 2О. У него где-то это проскальзывало в обведении, что ли. И это идет в разрез с Крипке. Не, а он в этой главе как раз отдельно и пишет вот про ту ремарку про Крипке, про которую я говорил. Может быть, даже получится найти. Я забыл конкретно, как он это пишет. Но, в общем, он не очень хорошо говорит о... Сейчас я, раз у меня... Ага, вот. Что как раз Крипке высказывается против этой. И скажите, видно вам книжку? Да, да, видно. Да, вот, вот, я абзац этот нашел. Вот, то есть, что на самом деле... Ну да, что Крипке выступает против такого взгляда, который Джага здесь представляет. Но вот это вот в 8 главе в 6 параграфе, видимо, будет обсуждаться эта идея. Ну вот, мне вспомнилась в связи с этим теорема Чорча. Мы ведь обязаны релятивизировать логическую необходимость и логическую возможность. Они зависят от той логической системы и того языка, который мы выберем. А Джага, похоже, не признает эту релятивизацию. У него в голове какая-то абсолютная логическая необходимость и логическая возможность. А что вы имеете в виду под релятивизацией необходимости и возможности? Ну вот, с точки зрения логики Крипке, это логически необходимо, чтобы Дэвид был Дзиге. С точки зрения Джагу, это не является логически необходимым, а является логически возможным, чтобы Джагу не был Дэвидом. Ну и с точки зрения Чорча, его теоремы 1936 года, оба правы. Все зависит от той системы, в которой мы ставим вопрос о логической необходимости. Ну, сложно сказать сейчас, потому что мы только первую главу прочитали и введение. И то и другое были скорее, ну, такими обзорами, можно сказать, без каких-то конкретных уже сильных заявлений, на самом деле. То есть тяжело пока интерпретировать взгляд Джага. Поэтому, ну, можно сделать, исходя только из этой главы, то есть если мы вернемся в презентацию почти в начало. Ну, то есть если мы возьмем вот эти вот четыре штуки, они абсолютно классические. То есть пока Джага ничего, выходящего вне классики, вне стандартного подхода, не предлагает. То есть, ну, может быть, если мы будем совсем следовать духу классики, то и необходимость с возможностью у него тоже так пока, во всяком случае, классическим образом понимаются. Ну, опять же, сложно сказать. Ну, может быть. Но для этого надо отбросить семантику возможных мерок. Ее можно ограниченно применять? Может быть. Хорошо, материала недостаточно. Я надеюсь, увидим в дальнейшем. Спасибо, Илья. Ну, вот если еще остановиться все-таки на этой проблеме информативности и тождеств и на взглядах Крипке, то поскольку Зиги Стардаст – это персонаж, которого играл Дэвид Боуи, то возникают сложности с тем, как бы Крипке мог вообще объяснить такую ситуацию, когда разные люди могут играть одного и того же персонажа. То есть они одного и того же персонажа играют или разных персонажей. Мы знаем, что какого-нибудь там Гамлета, например, ставили во многих театрах, соответственно, многие актеры играли Гамлета. Но утверждение, что Гамлет равно кто-нибудь, не будет необходимой истины, если какой-то актер сыграл Гамлета. И вот то же самое с Дэвидом Боу и Зиги Стардастом. Зиги Стардаст – это просто персонаж, которого, по идее, может сыграть любой. Насколько мы можем обоснованно говорить, что это действительно ими собственное? Да, хороший вопрос. У меня по этому поводу была идея, как раз пока я читал. Например, мы можем говорить не просто Зиги Стардаст, а, например, Зиги Стардаст в исполнении Дэвида Боуи. Или, например, Шекспир... Ой, Шекспир, господи. Гамлет в исполнении вот именно этого актера. Или тут же еще хуже ситуация. Интерпретация персонажа зависит не только от актера, но, например, от режиссера. То есть, например, если Гамлета поставят один режиссер классических взглядов, а другой режиссер неклассических взглядов, то это будут очень разные Гамлеты, которые будут очень по-разному себя вести. То есть, видимо, у нас тогда вот это имя... Если мы будем считать персонажа именем собственным, то оно у нас превращается в достаточно большую дескрипцию, которая включает в себя вот это вот. Вот кто играет, по какому сценарию и так далее. И это все, ну, как бы теоретически работает на человек, который смотрит эту постановку. И, например, он... Ну, вот человек, например, смотрит фильм «Три мушкетера» и видит, что там Д'Артаньян. Он не знает, что его играет Михаил Боярский. Он не знает, кто режиссер. Он не знаком с произведениями Дима и так далее. Он знает только то, что это Д'Артаньян. Он в итоге, когда увидит другой фильм с Д'Артаньяном, какой-нибудь несоветский, например, а он, тем не менее, соотнесет, что и то, и другое, наверное, соотнесет, что и то, и другое Д'Артаньян. Поэтому, да, очень сложно здесь работает, как раз из-за того, что агент совершенно не обязательно знает вот эту вот всю дескрипцию условную, которая включается и влияет на персонажа. К примеру, у Джега есть специально оговоренное условие, что имя Зиги Стардос рассматривается на же. Можешь, пожалуйста, повторить, потому что у тебя связь пропала где-то в середине твоего сказания. По поводу этого примера Джега специально оговаривает, что мы рассматриваем имя Зиги Стардос как имя альтер-эго Боуи, а не как имя персонажа. Для того, чтобы как раз этот пример соответствовал условиям, которые нам надо создать. Да, эта часть в этом плане понятна. Но проблема с персонажем не в контексте примера Джега все равно возникает. То есть, ну да, если просто использовать это как имя, то, ну, не усложняя, опять же, то это будет такая же ситуация, как и в случае с тезками, однофамильцами и так далее. Но, опять же, видимо, Зиги Стардос это все-таки нечто большее, чем просто имя. Ну, вот в том возражении условном, которое Лев привел. Если вопросов нет, то, может быть, я попробую сформулировать вопрос, который у меня возник, когда я читал. Но он вообще не когда я читал возник, он скорее активизировался снова, когда я читал эту главу. В принципе, про такую интерпретацию семантики возможных миров, эпистемологическую, ну, она, наверное, к хинтике восходит. С этим примерно понятно. Но вот конкретно та часть, где Джега пробрасывает историю семантики возможных миров, что фактически Карнап пытался решать проблемы смысла фрегги, которые, ну, по большому счету, являются проблемами референции. И Джега таким образом, как бы, потихоньку так сводит, что, в общем-то, проблематика возможных миров — это проблематика вот для решения каких-то эпистемологических проблем. у меня в этом плане возник вопрос, то есть, может быть, кто-то знаком с историей развития семантики возможных миров вообще. Так ли это? Потому что мне всегда казалось, ну, я не являюсь специалистом таким большим в истории именно семантики возможных миров, у меня где-то все с скрипки началось знакомство с ней. Насколько это так? Потому что я-то всегда думал, что долгое время люди думали, как нам нормально формализовывать модальные понятия необходимости и возможности, то есть именно элитические модальности, а не эпистемические. И Льюис, ну, который не Дэвид, который до этого был первым выступил, который систему S создал, уже, насколько я читал, уже используя такую, ну, как бы конструкцию возможного мира, но без семантики еще. То есть саму семантику придумывают крипки, когда вводят идею, что отношение достижимостей релятивизировано к конкретному актуальному миру, и что значение переменным таким образом приписывается в соответствии с, условно говоря, вот этим самым миром, который мы в данный момент зафиксировали как актуальный. Ну, и потом уже там возникают вот эти вот разные модели условные, то есть мы можем строить эти разные модели и так далее. То есть мне всегда казалось, что это было, что это именно про необходимость и возможность, а из этой главы, как я понял, Джего считает, что развитие семантики возможных миров, оно вообще не про необходимость и возможность. Вот, может быть, кто-то может как-то прокомментировать, кто-то что-то знает про это, потому что я, если честно, определенный когнитивный диссонанс иногда испытываю, когда с таким сталкиваюсь. Ну, и опять же, те источники, которые я нашел по истории семантики возможных миров и по истории вообще развития понятия возможного мира, но это все-таки именно было именно про возможности, а не столько про эпистемические какие-то характеристики. И уже после возникновения семантики возможных миров, ну, в рамках подхода того же самого Сталнейкера, активно начали применять эту идею вот так, как ее описывает Джего. Если конкретно брать Карнапа и его книжку «Значение и необходимость», то там он, конечно, интересуется тем, что он называет логической истиной. Это, по сути, просто необходимость. Вот, то есть он там не об эспистемических понятиях рассуждает, а об алитических. Ну вот, и не возникает ли тогда в определенном смысле, хотя, ну, понятное дело, что раз первая глава представляет собой такой обзор применимости, то есть перспектив того, как в теоретическом плане можно применять возможные миры, но не возникает ли в таком случае определенного несоответствия, то есть в начале Джего отдельно говорит, что это именно эпистемический подход, именно про эпистемические понятия, речь про эпистемическую достижимость, а в примере решения проблем с, ну, вот, представленных в конце, со звездами условно и так далее, он приводит Карнапа, который вроде бы как не про это, то есть он говорил, если мы будем так, скажем так, интерпретировать Карнапа в духе современной семантики возможных миров, там, конечно, достижимость конкретно не формулируется, но то есть это все равно онтологическая будет история, то есть каким-то образом смешения здесь не возникает случайно у Джего, тематик хотя бы, то есть не обязательно смешений, которые вызывают логические противоречия, и здесь особо, ну, то есть здесь нет какой-то отдельной стройной картины, отдельного аргумента, чтобы здесь находить противоречия, но тематически, по-моему, смешение определенное возникает. Ну, может быть, смешение возникает, но и вот конкретно у Карнапа, опять же, у него, я вот сейчас точно не могу вспомнить, то ли целая глава, то ли фрагмент очень большой, одной из глав посвящены просто критике фрагельского разделения смысла и значения, и там Карнап показывает, почему его развлечение экстенсионала и интенсионала лучше, вот, почему фрагельский подход вообще не работает, то есть там такие очень серьезные аргументы приводятся против разделения смысла и значения, что после чтения этих аргументов кажется, что от проекта фраги вообще ничего не остается. Да, забавно. А здесь Карнап приводится как спаситель, ну, не спаситель, а как продолжатель, решатель проблем фраги, что вот смыслы формализовал. Но все равно подходы очень похожи. Ну, похоже, понятно. Ну, вероятно, надо учитывать множественность семантик возможных миров. Одно дело, допустим, если мы берем Карнапа, другое дело, если мы берем Крипке, третье, совсем другое дело, это если мы берем Хинтику, это будут различные семантики для модальности. А кроме того, вот Илья говорил о смешении другого уже уровня. Смешение, возможно, и на низшем уровне между различными семантиками модальности и на каком-то более фундаментальном уровне, когда мы берем, допустим, эпистемические логики и модальные логики, то это... тоже можно смешать. Они в какой-то мере взаимопереводимы, что ли. В принципе, можно ведь обойтись, говоря, размышляя на проблемы необходимости и возможности квантерами, до, допустим, базовой логики предикатов, говоря о существовании и как-то комбинируя вопрос о существовании, можно выразить и необходимость, и возможность. То есть различные разделы логики, они взаимосвязаны, и это, возможно, и второе смешение. Помимо смешения, семантик для модальности. Мне так кажется, немножко, может, запутанное выразилось. То, что мы говорим о модальностях, можно говорить, допустим, о том же знании, без употребления разговора о необходимости и возможности. Это возможное смешение уже за рамками семантик для модальности. Мне кажется, тут можно сказать вот по поводу того, что заметил Илья, что вообще говоря, сам подход, он, это же просто формализм, и то, для чего, для какой модальности мы его используем, зависит, то есть от этого зависит интерпретация, а сам формализм остается более-менее тем же самым, ну, с точностью донотации. Есть, конечно, нюансы, там, у того же хинтики все немножко иначе конструируется, но вот в том, в том, что говорит Джега по этому поводу, мне кажется, ну, он касается только достаточно общих вещей. Возможно, трудности связаны с тем, что мы еще не знаем, какую именно семантику для модальности избирает Джега. Ну, про модальности там она как бы отдельно упоминает, что он будет отдельно и говорить. То есть, здесь сейчас про необходимость и возможность только буквально пару раз было упомянуто, и все. То есть, и эпистемические вот эти конструкции, про, ну, которые, если мы берем уже эпистемическую семантику возможных миров, я так понял, что, ну, по его ссылке, что он просто берет вариант хинтика с операторами знания и убеждения и с эпистемическим отношением достижимости. То есть, насколько я понял, он использует вот только такую общую штуку. какую-то конкретную разработанную семантику именно для вот именно его проблемы, он отдельно не упоминает. Ну, да, это создает трудности. Мы не знаем, с какой позиции он говорит, чего придерживается. Ну, наверное, его основной тезис не в этом, точнее, ну, то есть, не то, что он в этой главе, точно и покажет, что он будет думать по всему этому поводу. Основная идея этой главы в том, что подход возможных миров перспективен, хорош, интересен. Вот, смотрите, как он решает вот эти проблемы, например. Ну, не решает без каких-либо проблем. Джего, опять же, в конце там упоминает, что, как и у любой, как и у любого хорошего философского подхода у него много проблем. Ну, да, видимо, примерно так. И, видимо, потом он с этими проблемами будет разбираться, а там же ему, наверное, что-то придется конкретизировать. То есть, здесь пока просто такой обзор, как можно применять возможные миры для того, чтобы что-то решать. Ну, повторюсь, мне еще, когда я доклад делал, в середине примерно, где у него было про то, что, ну, строго говоря, вопрос о андологических обязательствах пропозиции можно свести к возможным мирам и множествам, а вопрос об андологических обязательствах возможных миров можно свести к множествам к андологическим обязательствам в отношении них. И мне это показалось несколько ироничным, то есть, ну, тогда, наверное, надо идти и заниматься тем, как у нас множество в основаниях математики философских понимают, с чего там с этими андологическими обязательствами, там все не так просто, как Джего представляет, мол, вот математика используют, значит, все хорошо работает. Ну, так, конечно, наверное, тоже можно, я понимаю, что, видимо, ему не интересны эти проблемы, ему интересна гиперинтенциональность та же, о которой во второй главе пойдет речь, а для того, чтобы выйти на гиперинтенциональность, вот эти проблемы связаны с звездами теми же самыми, их, конечно, ввести нужно. Ну, конечно, хотелось бы несколько, наверное, более ясного представления, тем не менее, мне кажется, что определенное обоснование того, почему возможные миры применять можно для решения этих проблем, ну, наверное, было дано. А про сами проблемы возможных миров, чего с ними происходит, он отдельно и не говорил, хотя упомянул, что еще будет об этом говорить. То есть вообще вопрос о том, что такое возможный мир, как, например, понимать вот эту идею с тем, что пропозиции это множество возможных миров, то есть что такое вообще возможный мир, это, ну, не очень очевидная вещь, ну, может быть, он ее будет где-то дальше рассматривать. Пока он не сказал, что это такое, но сказал, что это можно использовать, чтобы решать вот эти три проблемы, ну, или три множества проблем, которые, естественно, связаны друг с другом, и в итоге это все в одну теоретическую картинку складывается. В конце концов, все, что угодно можно свести к пропозициям и к множествам, но нам надо объяснить, зачем не надо это делать, почему это не надо делать, почему нам нужна семантика возможных миров, почему нам нужна гиперинтенциональность и прочие вещи, если все можно выразить на языке пропозиции множеств. не, на языке пропозиции множеств как раз не получится, потому что Джего говорит, что пропозиции можно свести к возможным мирам и множествам, то есть это от пропозиции можно уйти к возможным мирам, а возможные миры к пропозициям такого я у него не видел, то есть у него обратное движение. Ну да, но у него движение, он зачем-то двинулся вниз, в гиперинтенциональности надо идти вверх от возможных миров, а более базовыми являются пропозиции множества, они находятся внизу, вместо того, чтобы идти вверх, он почему-то пошел вниз. Ну он здесь просто показывает, что с пропозициями проблемы решаются при помощи возможных миров, а в множество он отдельно и не ходил, он этого даже не коснулся, он просто сказал, что ну вот математика, ну наши научные теории, в том числе математика, их успешно используют, значит все хорошо. Ну да, он просто не дошел, остановился на пропозиции. Ну можно было идти и дальше и редуцировать все в конечном счете к множеству. Ну можно ли множество редуцировать к возможным мирам? Это очень сомнительная идея. Нет, возможные миры к множествам, ну Джего во всяком случае говорит, что возможные миры к множествам не будут сыграть. Нет, друзья, мне кажется, пропадает звук. Я хочу сказать, что мне показалось, что Джего выражается довольно... Можные миры были изобретены для того, чтобы решать вопрос с интенсиональными это делают. Проблемы возникают тогда, когда возникают гиперинтенциональные контексты, но он еще пока что до них в своем изложении не дошел. Пока что он просто говорит, как работать с интенсиональными контекстами и показывает, что ну действительно одних пропозиций недостаточно для того, чтобы выражать какие-то модальности, какие бы то ни было. И возможные миры действительно нужны и подходят для этого. Вот и все. Ну да, это же как бы это первая глава, она представляет собой какое-то совершенно краткое введение. И здесь говорится о том, что вот смотрите, есть классные понятия знания, убеждения, когнитивная значимость, пропозиции. Мы их можем объяснить с помощью семантики возможных миров, это делается вот так. А потом во второй главе мы узнаем, что это решение не удовлетворительное, потому что эти понятия являются не интенсиональными, а гиперинтенсиональными. Значит, сводим теорию множеств к гиперинтенсиональности? Ну почему же? Нет, теория множеств у нас как базовое основание для вообще всего. Вот мы на теории множеств строим семантику возможных миров, пытаемся объяснить знания, убеждения, пропозиции и все остальное, что хотим. Некоторым авторам казалось, что этого достаточно, но в следующей главе мы узнаем, что этого недостаточно, что надо гиперинтенсиональность какую-то вводить, что просто так семантика возможностей миров не может объяснить все эти понятия. Но если нам очень хочется, мы, конечно же, можем от семантики возможностей миров уйти, это просто такая надстройка на теории множеств. Там по сути ничего сверх теории множеств нет. Это просто теория множеств определенным образом препарированная в некотором смысле, синтаксически препарированная. Если мы хотим, мы можем рассматривать все как множество, но просто это неудобно. Удобнее говорить о возможном мире, например, о пропозиции, но неудобно говорить о множестве возможных миров, например, или множестве еще чего-нибудь. Просто разговор в рамках семантики возможностей миров дает нам возможность более удобно обсуждать какие-то вещи. Ну да, с этим никто не спорит. Ну а по сути они являются теоретикам множественными. Ну да. И когда гипертенсионализм будет введена, у нас тоже это все будет теоретикам множественной конструкции. Просто семантика возможностей миров рассматривают только возможные миры, а потом у нас появятся еще невозможные миры. Мы их тоже будем рассматривать. Но по сути это все теория множества. Я с этим согласен полностью. Просто остается ждать, когда прояснится, как у Джега обстоят дела с невозможными мирами, чем его позиции отличается от того же Хинтики или других авторов. Вот такой вопрос. Семантика возможных миров, да, теоретика множественная, но само понятие возможного мира, как до семантики возможных миров, еще существовавшее, как философское понятие, оно ведь может быть выражено не обязательно при помощи теоретика множественных отношений, или нет? Ну, конечно, может. Тогда почему мы выбираем именно такой подход? Просто из-за удобства? Или у нас есть еще какие-то основания? Ну, потому что мы хотим какую-то строгую формализуемую систему сделать. Ну, в конечном итоге для анализа понятия знаний, убеждений и вот этих всех вещей, правильно? Ну, да. То есть нам, например, непонятно, что такое возможный мир. Вот Лебниц там что-то рассуждал сказок непонятных. А мы знаем, что такое множество. нам кажется, что мы знаем, что такое множество. Нам понятнее множество, чем возможный мир. Поэтому мы говорим, ну, хорошо, значит, возможный мир – это множество состояний, которые в этом мире имеют место. Вот все. И у нас как бы минус одно непонятное понятие. Другое дело, что мы, конечно, не знаем, что такое множество, но это уже другой вопрос. Ну да, то есть он так выносится за скобки, но да, это другой вопрос. Ну, к множеству мы хотя бы привыкли и знаем, как с ними работать. Как работать с возможными мирами, которые не сводятся к множествам, мы не знаем. Ну да, для множества, по крайней мере, определены операции, которые мы научились применять. Для миров мы не знаем ничего, что там может с ними твориться, что с ними можно делать. Ну и в этом смысле мы действительно возможные миры понимаем хуже, чем множество. Правда, наше понимание множества тоже не самое лучшее. Ну, просто в этом плане следующий вопрос. У нас же могут быть разные представления об онтологической природе множества. Ну, и они есть. От этого у нас с возможными мирами тоже может что-то меняться. Не будет ли здесь в итоге влияние на рассматриваемые Джего проблемы? То есть, если мы считаем, что, например, множество это фикции, или там, что множество это структуры, или что множество это реально существующие абстрактные объекты, вот три версии, например, в итоге это никак не будет влиять на разные ответы на это. Разные вот эти версии, если мы будем их по очереди принимать, они никак не будут влиять на итоговый ответ, на итоговые ответы о проблемах интенциональных и гиперинтенциональных всяких контекстов. Я думаю, что они могут влиять на философские рассуждения, но если брать теорию множества как просто математическую теорию без философской интерпретации, у нас ничего не изменится. Как бы мы не интерпретировали, что такое множество, это, в общем-то, на построение семантики возможностей миров, например, никак не повлияет. Какая разница, являются множество в льюисовском смысле реально существующими пространственными временными штуками в нашем мире или нет? Ну, то есть формализм-то тот же самый будет? Формализм, да. А вот философские интерпретации будут уже другие, и философские вопросы будут решаться по-разному. Если мы обнаружим, что решение философского вопроса повлияет на решение математического вопроса, вот тогда станет интереснее. Тогда станет очень неинтересно. Это значит плохая философия. Если философское решение повлияет на решение математических задачек, это не украшает философию. я бы сказал, что она плохая математика просто недостаточно эмансипированная. То есть кому-то станет интересно, а кому-то станет неинтересно. Интересно станет всем, но всем станет интересно от очень плохой философии. Или математики? Нет, если философия расходится с теми формализмами, которые в математике в теории множеств, это очень интересно, но это очень плохо. нет, философия не будет расходиться, она будет показывать, ну, то есть она каким-то образом будет влиять просто на формирование. Я думаю, в истории науки можно даже найти примеры такого. Вот-вот, мне кажется, что когда мы рассматриваем, например, некоторые аксиомы теории множеств, тут же аксиомы фундирования вполне допустимо рассматривать ее не только с точки зрения того, что можно вывести с ней. Ну да, допустим, аксиомы теории множеств упомянутые, они действительно скорее философское обоснование имеют, нежели математическое. Поэтому философия здесь влияет. Ну, по правде, наверное, и то, и то, потому что та же аксиома свертывания, например, в том виде, в котором она сейчас есть, как аксиомная схема, она же формировалась именно такой и в том числе потому, что было показано, что предыдущие версии приводят к парадоксам, а это пропадает связь, поэтому не совсем ясно, что было высказано. Но по поводу аксиомных схем среди аксиом теории множид, действительно, если брать Цермела, то Цермела все-таки наставила на том, что теория множид должна быть второпорядковой. Это более поздние авторы решили, что надо ограничиться первопорядковыми теориями, и поэтому схемы использовать. Ну, и у них были свои аргументы, конечно же, в пользу этого. И также у Цермела были аргументы в пользу второпорядкового подхода. Ну, и эти аргументы во многом действительно были тоже философскими. Предикат существования в рамках логики по-моему, тоже можно считать одним из примеров такого, ну, точнее, скажем так, что когда кто-то пытается ввести этот предикат существования, и в частности Крипке, когда в первых версиях семантики возможных миров, он там с предикатом существования формулирует ее, мне кажется, можно рассматривать как один из таких примеров, когда, ну, если не на саму конкретную логику, не на сам конкретный формализм влияют философские рассуждения, но хотя бы на то, что другая версия той же теории, того же самого формализма без этого предиката, она принимается более охотно, ну, потому что с предикатом существованием возникают формальные, конечно, проблемы тоже, но часто возникают и проблемы философские, вроде того, что, ну, вот как так у вас получается, если есть предикат существования, то получается, где-то есть несуществующие объекты, ну, и все связанные с этим философские проблемы. Мне кажется, это можно рассматривать как какой-то же пример с тем, что философские какие-то основания, они могут влиять на формализм, хоть, может быть, опять же, и не напрямую, то есть сама формальная теория от этого не поменяется, но, может быть, ее будут считать, что ее не стоит так активно применять, как какую-нибудь другую. Ну, наверное, философские основания влияют на выбор формализма, если мы выбрали предикат существования, то вряд ли нам будет достаточно первопорядковых языков. Мы должны выбрать какую-то другую систему, допускающую второпорядковые предикаты. Выбор формализма зависит от философских соображений.